Сегодня у нас 23 апреля. Наступает светлый день, светлая воскресенье, Пасха. И мы идем сейчас с внуком освещать куличи. Степа, что ты делаешь? Клею на лицо такие украшения. Украшаешь, да? Да. Сделал? Да. Потом мы кладем на ложечку и тихонечко-тихонечко, осторожненько, в кипяток. Вот так. И у нас получается... Такое яйцо. Красивое, да? Да. Детское уже мы корзиночку подготовили. Вот, смотрите. Это внука корзиночка, два яйца, куличик, мандаринка, яблочко и любимый сырок. Это он сам готовил, эту корзинку. Она уже у нас готова. А это бабушка свою собирает. В основном здесь мясное. Первое это свечу обязательно нужно с ангелочком. Вот у нас яйца, брынза домашние, кулич творожный, домашние колбаса, домашние котлеты и мясо. Апельсин, яблочко. И, конечно, атрибут это яйца сверху. Ставим свечу обязательно, мы ее там зажигаем. Вот так вот мы аккуратненько возле кулича. Мы ее загнем, эта израильская, она не портится. Мы ее вот так вот жмем, а там зажвем. Кладем брынзу. Яйца обязательно, крашенки вот такие. Вот, ну, внук захотел вот такое подарить церкви. Я всегда освещаю четверговую соль. Немножко и кладу сюда. И у нас так принято в церковь ходить. Очищенное яйцо, крашеное, разрезать пополам, рядышком положить скорлупу. Потом приходишь в церкви, это освещенное яйцо делишь пополам, сколько у нас членов семьи. И мы скушиваем, а это посыпаем на огород, чтобы был удачный урожай. Вот такой набор нашей корзинки. Ну, вот так вот, наши две корзинки наши готовы. И мы можем идти освещать в храм наши куличи. Освещаем пасочки. Не бойся, не бойся. Увидишь? Не бойся. Хорошо. Пасочки осветили. Как в храме называется? Храм. Вот такой храм. Освещаем куличи. Субтитры сделал DimaTorzok